Доклад Танаш Татьбаев, Курбангали, Баймазаревич, из Центра Мазарбаева Университета, Астана, Казахстан, Институт проблем технологии, электроники и особо чистых веществ. Наряду с уникальными электронными свойствами графена, в последнее время исследуются акустоэлектрические свойства графена. В этой серии работ обращают внимание работы музейка, где при генерации ПАФ на пьезоподложке, на поверхности которой размещен графен, идет усиление, возникновение акустоэлектрического тока. Акустоэлектрического тока, пробегиона, резонансной частоте, микрерцовая частота, микрерцовая частота. Потом зависим всяк мощность типов, которые генерируются от источника. Акустоэлектрический ток у них носит линейный характер и зависит от направления ПАФ на хель. Либо же положительная генерация акустоэлектрического тока, но при источнике первом, когда идет, либо от отраженного, то идет обратное направление топа. В нашей работе, нарезу с акустоэлектрическим спамом, мы применили гнездное акустоэлектрическое смещение. И при определенных условиях видим увеличение, усиление амплитуды поверх акустоэлектрической волны при приложении на семействе электрического поля. Но данный эффект был ранее, это еще академикам, ранних работ академиков Гуляева, Викторова, профессора, серия работ, японских работ. Но в данном случае, особенность этой работы, то, что идет около порогово, по низких напряжениях смещения. То есть низкий потенциал. Исследование, значит, вот этот эффект посвящено данной работе. В данном случае, вот усиление амплитуды ПАП, вот оно имеет, значит, такой же антикарации, как усиление акустоэлектрического тока. Значит, эксперимент используется, значит, Грасьенов, значит, выращенный методом CVD, значит, по, значит, на никелевых капюризаторах выращенный, значит, по плазменам осаждения, значит, и, значит, это непроточное, значит, осаждение ассилена. Да, 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 вот это в данном случае характеристика, особенность этого метода, то, что потенциал, на который осаждает цельники, находится под потенциалом, в зависимости от потенциала, значит, ориентация и размеры зерен получаются, значит, существенно отличные. И получается строго ориентированный никелевый капюризатор, который позволяет получить довольно-таки однородные, значит, пленки, значит, брофемы. Далее, значит, ну, в данном случае, это спектрорамовое, видно, значит, вот это на никеле, в капюризаторах, а это осаждено на логоситовую пезоподложку. Значит, в данном эксперименте использовалось, значит, два типа пезокристалла, необопитие и, значит, логоситовую, то есть, капюризатор и механический пезоподложка, то есть, связи у них довольно-таки высокие, и для этих целей было использовано, значит, два этих типа, значит, кристалла. Источник, значит, пафф, значит, с помощью фонолитографии, значит, в зависимости от длинной волны, то есть, соответствующие периоды, значит, ваше пафф, и вот между этими источниками и приемами ваше пафф, то есть, вот графин, вот ее изображение, фотография. Значит, да, значит, деформация и, значит, визуализация, значит, движение пафф, это эксперимент у кроводейс на бесе, на всех котором изучение в Беллине, значит, при Орингеновском, значит, канале КМС, значит, где-то, значит, 1-1. Ангстрин длинновалная была, и некий Орингеновский, значит, Кёрф. Вот, значит, визуализация пафф без графена, исходным подложком. Значит, вот, значит, визуализация, значит, графена. Это, значит, оригеновский антифракторметр, а это пропускание пафф. Вот видно, значит, вот, значит, краевые, значит, границы флейков, границы, значит, клюна-графена, они полностью сохраняются в прохождении, значит, пафф. Значит, при изменении, значит, мощности пафф от нуля до, значит, ну, до соответствующей, там, до, значит, полтора вата была, значит, при 25 вольтах, идет, значит, что изменение апплитуды акустического, значит, тока, значит, тока, то есть от положительного к отрицательному. То есть деформация, значит, от поверхности пизо-кристалла меняется в зависимости от мощности от нуля до 1,8 ангстрем. Это приводит к изменению, значит, знака апплитудистического, значит, тока. Изменение эльфийских, значит, параметров, значит, значит, данная система показала, что при малых напряжениях смещения, и при малых мощностях, ну, здесь, значит, это без пафф, это, значит, с увеличением, тока усиления, амплитуды пафф идет, значит, что, разрыв полуста, значит, малых смещений и с увеличением, значит, амплитуды и мощности пафф идет усиление разрыва. Акуст-эльфийского тока. И в данном случае эта фриктурация не связана, разрыв не связана, в смысле, с шумами, так как, смотрите, значит, линейная зависимость не проходит через, во всех случаях, и наблюдается в зависимости от направления, значит, продолжение эльфийского поля по отношению к паффу. Это отрицательно совпадает с направлением пафф, а это противоположное направление. И получается изменение акуст-эльфийского тока, значит, по направлению, значит, когда эльфийское поле совпадает с направлением паффу, оно наносит квадратический характер, квадратический характер. Значит, при противоположном направлении оно постоянно не изменяется. Вот данная, значит, данная особенность изменения знака, мы объясняем тем, что, значит, в географии не имеется пустационный характер эльфийского потенциала, который, значит, ну, значит, при низких температурах фиксируется, вот за счет тепловых фунтуаций, это вот работа, ранняя работа, то есть Новоселого-Осибириума, где в области электронейтральности они видят увеличение высокой электронейтральности. В нашем же случае под воздействием, значит, внешнего воздействия, идет фунтуация эльфийского, значит, потенциала в области, значит, малых смещений, что приводит к изменению, значит, величные нафункцию эльфийского потенциала, то есть появляется, то есть, значит, наличие, значит, ну, амбиполярной проводимости, что и приводит к компенсации электропроводности, которую проявляют при пункте температуры.